секреты и особенности турецкой гвоздики еще немного о цветке зевса этот цветок неприхотлив и не требует особых усилий вращивания но и у него как у любого растения есть свои небольшие особенности и секреты вот некоторые из них турецкая гвоздика из тех немногих цветов для которых не имеет особого значения состав почвы желательно чтобы она была плодородной и рыхлой когда длительное и пышное цветение вам гарантировано можно удобрить ее органикой и минералкой сейчас когда наступает обидное цветение используйте для подкормки удобрения для цветущих растений а чтобы гвоздика лучше перезимовала для укрепления иммунитета подкормите ее в сентябре раствором на 10 литров воды одна столовая лужка суперфосфата и серно кислого калия гвоздика хорошо растет на ровном хорошо освещенном месте но может расти и в легкой полутени хоть растение и любит пить много воды полив все-таки должен быть умеренным так как излишняя влага губительна для растения особенно для молодой рассады во время полива старайтесь чтобы вода не попадала на цветки несмотря на то что гвоздика неприхотливое и устойчивое растение будьте внимательны на нее могут напасть тля или паутинный клещ избавиться от них поможет отвар луковой шелухи в этом году у меня зацвела и карликовая турецкая гвоздика еще одна разновидность этого прекрасного цветка вот и все небольшие секреты цветка зевца теперь зная их я уверена турецкая гвоздика обязательно завоюет ваше сердце своей красотой и неприхотливым характером удачи вам если у вас есть сад или огород или вы просто любите комнатные растения подписывайтесь на наш канал и вы узнаете много нового и интересного